Я хочу рассказать о нескольких новостях атомной отрасли, которые позволят понять, что ядерные технологии это не только атомная энергетика, но это и многие другие интересные направления, которые позволяют нам открывать пути в новые неизведанные миры. И первая новость как раз связана с покорением космоса. Дело в том, что через месяц в космос на Марс отправится новый марсоход Perseverance, в переводе означает настойчивость. Его строит космическое американское агентство НАСА, и это будет усовершенствованный младший брат марсохода Curiosity, который работает на Марсе уже 8 лет. Новый марсоход будет исследовать почву Марса, будет искать там органические соединения, в общем искать следы жизни. И образцы почвы даже будут отправлены затем на Землю. У него также будет небольшой дрон, который позволит исследовать поверхность Марса с небольшой высоты на расстояние до полукилометра от аппарата. Но при чем здесь ядерные технологии, спросите вы? Дело в том, что такие мощные большие марсоходы размером с автомобиль, они не могут работать на других источниках, кроме как на источниках атомной энергии. На Persevance и на Curiosity нет солнечных панелей, там есть только так называемый термоэлектрический генератор. Это такой электрогенератор, который работает на энергии ядерного распада изотопа в плутонии-238. Это такой изотоп, который производится на ядерных реакторах, и в том числе его производят в России. И в ближайшее время этот изотоп-238, который используется в космонавтике для освоения других планет, будут производить на Белоярской атомной станции, которая находится у нас недалеко от Екатеринбурга. Поэтому космос и Марс это все не так далеко от нас, как может показаться, и от атомной энергетики в том числе. Вторая новость связана тоже с покорением неизведанных земель, тех, где мало кто бывал, но уже на планете Земля. Я говорю про Арктику. Дело в том, что буквально пару дней назад на финальное испытание вышел самый большой, новый и современный российский атомный ледокол Арктика. Он так и называется Арктика. Дело в том, что у нашей страны очень большая часть территории находится за полярным кругом, и у нас очень большая морская граница именно с Северным Ледовитым океаном, с северными морями. И для вообще жизнедеятельности в этих местах, для добычи ресурсов, для того, чтобы обеспечивать людей и работу, нужно подвозить грузы морским путем. Для этого нужно использовать северный морской путь, но большую часть года этот морской путь, эти моря скованы льдом, и без использования ледоколов там судоходство невозможно. Поэтому Россия единственная страна, у которой есть мощные атомные ледоколы. У нас есть 4 штуки, которые остались нам еще с советских времен, но мы уже сейчас строим 5 новых мощных ледоколов, которые даже больше тех, которые есть сейчас. А в будущем мы планируем построить еще в 2 раза больше ледоколы по проекту Гидер. Так что Арктику мы тоже осваиваем с помощью ядерных технологий. Третья новость связана с освоением новой технологии, которая тоже может пригодиться и на Земле, и в космосе. Это принципиально новый источник энергии. Я говорю о термоядерной энергии. Дело в том, что сейчас несколько стран, более двух десятков стран, совместными усилиями строят большой международный экспериментальный термоядерный реактор. Он строится во Франции, Россия в том числе принимает участие, а очень активное участие, вместе с другими странами США, Китаем, Японией, странами Евросоюза. Почему столько стран строят этот реактор и чем вообще важна термоядерная энергетика? Дело в том, что в отличие от обычных атомных станций, обычных ядерных реакторов, где используется ядерная энергия отделения тяжелых ядер урана, термоядерная энергия использует другую реакцию. Это реакция синтеза легких ядер. Подобная реакция происходит, кстати, на Солнце. Поэтому, собственно, Солнце это есть большой термоядерный реактор. Но на Земле людям эту реакцию освоить еще не удалось, потому что для ее проведения нужна очень большая температура, несколько миллионов градусов, больше даже, чем на температуру Солнца. Поэтому реакция называется термоядерная. Нужно организовать большие магнитные поля, потому что вещество и топливо, это изотопы водорода, находятся уже в состоянии плазмы. И только с помощью магнитных полей ее можно удержать. Поэтому такой реактор построить довольно сложно. Но у него есть масса преимуществ, ради чего, собственно, люди и стараются это сделать. Дело в том, что топливо, как я уже сказал, это изотопы водорода, его на Земле очень много. Водород входит в состав воды, а воды на Земле, как известно, очень много. Поэтому освоение термоядерной энергии открывает перед людьми перспективу практически неисчерпаемого источника энергии. Этот реактор строят уже более 10 лет. Сама конструкция была предложена еще советскими учеными очень давно. Но многие реакторы, которые были построены до сих пор, они небольшие и позволяют отработать лишь какие-то небольшие элементы технологии. Чтобы наконец-то получать энергии больше, чем затрачивается на ее производство при термоядерном синтезе, нужно построить действительно большой реактор. Поэтому многие страны объединились, строят уже очень давно. Но новость последнего месяца заключается в том, что наконец-то началась уже сборка самой конструкции реактора. Помимо строительных работ и разведения зданий, уже начали завозить элементы со всего мира конструкции. И началась сборка. Запуск термоядерной реакции запланирован на 2025 год, то есть через 5 лет. После этого я надеюсь, что человечество будет чуточку ближе к освоению термоядерной энергии.